Вот и завершились очередные киберспортивные и глобальные выходные. Вчера поздно ночью в Лондоне завершились очередные финалы престижной европейской лиги. Gfinity Spring Masters 2 сезона в дисциплине Counter-Strike Global Offensive определила своего победителя. Им стал шведский коллектив Fnatic, который в финальном матче переиграл польских медведей из Virtus.pro 3-0 по картам. Формат финального матча включал в себя систему Best of 5, но шведам потребовалось всего лишь 3 карты из 5, чтобы доказать свое превосходство над соперником и завоевать заветный титул чемпионов. Fnatic в решающей игре были наглого сильнее своих польских соперников. Карта The Cobblestone завершилась со счетом 16-10, The Cache 16-9 и только карта The Dust 2 ненадолго принесла интригу в это противостояние. Исход этой карты решали дополнительные раунды, но и в них шведы были сильнее. 19-16 и сокрушительная победа. Что касается выступлений, единственной надежды киберспортивной сцены СНГ, рожденных побеждать, то они показали неоднозначный результат. По групповому этапу претензии к Na'Vi может выдвигать только человек, который или ничего не понимает, или всегда болеет против этой команды. Потому как Natus и Vincere в сложнейшей группе выступили очень уверенно и более чем серьезно. Из четырех сыгранных матчей рожденные побеждать выиграли две, на один сыграли в ничью и еще один проиграли. Но это не помешало Na'Vi занять именно первую строчку в группе. Но уже в плей-офф Na'Vi столкнулись с поляками из Virtus.pro. Эта игра выдалась очень интересной, напряженной и до боли обидной. Это действительно досадное поражение в полуфинале такого турнира будет очень долго обсуждаться игроками и фан-зоной. Первый Dead Rain, к слову, обновленный Dead Rain, получился украшением турнира. В первой половине рожденные побеждать защищались и, что самое главное, очень удачно. Динамика на этой карте многим зрителям вернула воспоминания 1.6 версий, так как медленные раунды в атаке с раскидкой гранат и выходом на пленты, ну уж, очень напоминала старый добрый шутер. Но игрокам не было дела до ностальгии. Завершив первую сторону 10.5 в свою пользу, Na'Vi стали пробовать свои силы в атаке. Раунды стали получаться, но через раз, тем самым давая возможность Virtus.pro ворваться в лидеры по очкам. Несмотря на колоссальный опыт игроков, в определенный момент сказывалась их нервозность, что еще раз подчеркивало важность этого матча для Natus Vincere. Этот раунд Сейзет должен забирать, он просто обязан это делать. А то, что у поляков нет денег, должно Сейзета мотивировать вообще втройне граната в Пашку. Что сделал только что Костер. Не успевает разминировать бомбу Паша Бицепс, но тем не менее, Костер только что-то вожал Денис Костер. Сейзет, еще бы чуть-чуть, и ты бы, если бы у Бицепса был Дефуз, или он бы его подобрал по пути, сейчас бы команду Na'Vi ждала кайф. Однако, даже такие обидные моменты не помешали перевести игру в овертаймы, но уже на них Na'Vi не смогли сдержать давление соперника. 17.19 и следующая карта DeInferno. DeInferno прошла в своих лучших традициях, принципиальные соперники на любом турнире всегда на этой карте показывают отличный Counter-Strike. Эти команды не стали исключением, Virtus.pro стали доминировать в матче, при том, что их отрыв в какой-то момент составлял аж 8 раундов. Однако, Na'Vi провели феноменальный камбэк и свели матч в дополнительное время, но, увы, 22-25 проиграли. В целом, турнир получился интересным, красочным и очень даже результативным. Поздравляем всех призеров второго сезона GFINITY и желаем в будущем еще больше громких побед. Ну а пока ФНАТИ громили Virtus.pro в финале европейского турнира. В третьем сезоне чемпионата The Summit Team Secret громили американцев из Evil Geniuses. Матч также получился очень ярким и красочным. 3-1 победа европейского коллектива. Если говорить о составе участников, то третий саммит уже по традиции собрал самых лучших игроков под свои знамена. Но самое интересное, что во втором крупном турнире подряд китайские команды остаются без золотых медалей. Вичи Гейминг и LGD Гейминг расположились на третьем и четвертом местах соответственно. А IG и вовсе поделили пятую-шестую строчку с командой Cloud9. Что это? Переломный момент для европейской доты или затишье перед главным событием 2015 года? Ответ на этот вопрос, дорогие друзья, мы узнаем совсем скоро. Ведь до старта пятого интернешнала остается все меньше и меньше времени. К слову, TI-5 наш следующий новостной сюжет. Главное событие в мире второй доты The International 5 с каждым днем набирает все больше и больше оборотов. В этом турнире помимо состава участников есть еще и очень большой и важный аргумент. Это, конечно же, призовой фонд. Уже по традиции этих чемпионатов формируется за счет фан-зоны игры. Фанаты покупают так называемые компендиумы и от их суммы происходит отчисление в призовой фонд. В этом году компания Valve подняла планку призового фонда на 6 миллионов. Максимальная ступенька денег теперь составляет 16 миллионов долларов. Призовой TI-5 на данный момент уже преодолел отметку 8 миллионов и, как вы понимаете, это не предел. Если комьюнити не остановится на достигнутом, в 2015 году чемпионат мира будет еще жарче. Ведь подобные суммы подарят киберспорту не рыбок и даже не скачок в развитии, а просто взорвут всю мировую общественность своей популярностью. Ждем, когда комьюнити преодолеет очередную денежную планку The International 2015. Вновь нашу новостную ленту пополняют события Global Offensive на очереди анонс 13 сезона от проекта StarLadder. Руководители одной из самых популярных киберспортивных лиг современности анонсировали детали очередной серии для профессиональных команд. Итак, призовой фон турнира на этот раз составит внушительные 50 тысяч, из которого 22 уйдет первому месту. При этом отдельно будет выделено 18 для 6 команд, прошедших на лам-финалы в качестве тревел-саппорта. То есть в этот раз на каждую команду будет выделено не 2000, а уже 3. Участникам 13 сезона предстоит пройти 2 групповые стадии перед выходом на лам-финалы. Впервые в рамках звездной серии групповой этап пройдет по JSL-системе. Таким образом, для выхода из группы с первого места команде достаточно одержать победу всего лишь в двух матчах. В следующий этап выходит по две команды из каждой группы. По результатам матча в рамках второго группового этапа эти три сильнейших коллектива из каждой группы получат слоты на лам-финалы, дата проведения которых запланирована на 19-21 июня в Киеве. Что касается самих участников, то так называемый Team Tool выглядит неинтересно, но без трех громких имен. Снатик не по Virtus.pro. При том, что на три сильнейших команды осталось всего лишь два места. Кто займет последние два кресла звездной серии, мы узнаем совсем скоро. Ну и напоследок нашего очередного трудового выпуска, который дал старт еще одной киберспортивной недели, новость о виртуальных гонках. Название этих гонок Project Cars. В последнее время не было гонки, о которой говорили бы больше, чем о Project Cars. Красивейшие скриншоты и видеоролики сводили с ума даже тех, кто особо не играет в автосимуляторы. Действительно, игра получилась очень яркой, но в то же время очень и очень простой в освоении. Хотя подождите, что же еще нужно, чтобы приступить быстро к гонкам? Конечно же, простота. Но за этой простотой скрывается реалистичный мир чемпионских сражений. Прохождение карьеры можно начать с гонок на маленьких смешно жужжащих картах. Но и с более мощными машинами особых проблем не будет даже на высокой сложности, если только не пойдет дождь. На мокрой дороге удержать машину будет куда сложнее, но зато в дождь здесь становится по-настоящему красиво. Молния сверкает на горизонте, стоп-сигналы от впереди идущих машин отражаются в мокром асфальте, а дворники разгребают набегающие на стекло потоки воды. Но для тех, кого не устраивает такой уровень реализма, существует настоящий автомобильный симулятор SEPCORSA. Для всех же остальных игроков Project Cars будет отличным преемником гоночной серии Toco Race Driver, тем более, что Кодмастерс давно не выпускали ее прямых продолжений. Красиво, несложно и позволяет ненадолго почувствовать себя настоящим автогончиком, несущимся сквозь ночь к победе в 24 часах Лимана. Купить и скачать Project Cars для ПК можно в Steam, цена игры составляет 1199 рублей. На сегодня у нас все, дорогие друзья, играйте, выигрывайте, всем удачной и продуктивной неделе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok